Добро пожаловать на библейские занятия «Меч Духа». Их автором и преподавателем является старший пастор церкви Кентингтон Темпл и руководитель Лондон Сити Чорч Колин Дай. «Меч Духа» – это серия динамичных обучающих программ, предназначенных снарядить сегодняшнее поколение христиан к подготовке последующих учеников. Мы молимся, чтобы эти программы вдохновили вас и стали для вас своего рода катализатором для углубления познания Бога, личных взаимоотношений с Господом Иисусом Христом и близости со Святым Духом. Здравствуйте! Добро пожаловать на занятие «Меч Духа» – Школы служения в Слове и в Духе. Мы учим на тему Духа Святого. Мы рассматривали Ветхий Завет, мы рассматривали Новый Завет, мы рассматривали, как работал Дух Святой во время сотворения мира, в течение всей истории, действовал через пророков, работал в жизни Иисуса, действовал в Первой Церкви и работает в нашей жизни сегодня также. Я так рад, что Дух Святой, он точно такой же сегодня, таким он был всегда. Это замечательная третья личность в Троице, Бог, который приходит в нашу жизнь, чтобы привести нас еще ближе к Богу. Но он также призывает нас служить, служить во имя Иисуса. Служение в Духе Святом – это очень важная часть жизни христианина. Это значит, нам нужно научиться, как демонстрировать, проявлять Божье присутствие, как мы можем проявлять силу Божьей в нашей жизни, а как это возможно. Так часто Дух Святой, он ведет нас вот в сильной молитве. Мы можем молиться за людей, у которых есть проблема, за людей, которые больны, и они будут исцеляться, даже молиться за мертвых, чтобы они воскрешались. И такие вещи происходят сегодня по всему миру, и когда мы молимся, молимся с Духом Святым. Очень сильные вещи могут происходить. Нам нужно научиться быть чувствительными к Духу Святому, нам нужно научиться полагаться на Него. Но также Дух Святой ведет и направляет нас, чтобы мы могли использовать правильные духовные дары. Это сверхъестественные способности, это и мудрость, и знания, и откровения, и вера, чтобы мы могли быть ответом, или, как минимум, частью ответа в жизни людей. И я так рад, что Дух Святой пришел, чтобы снарядить нас таким образом, чтобы дать нам вот эту замечательную способность демонстрировать и проявлять то, что Иисус Христос, Он не мертвый, Он живой. Пусть Бог благословит вас, когда вы будете смотреть и слушать эти передачи. Когда вы познакомитесь с набором своих инструментов, тогда вы будете знать, какой нужно из них взять в этот конкретный момент для этой ситуации и как служить. Я дам вам несколько идей, несколько иллюстраций по этим моментам, просто чтобы помочь вам, чтобы было понятно, что я имею в виду. Например, я небольшое такое отступление сделала. Давайте возьмем три дара Духа Святого. Для примера я покажу вам, как они работают вместе и как нужно их понимать. Давайте возьмем дар развлечения духов, для примера. Дар слова знания и дар слова мудрости. Смотрите, эти три дара очень часто функционируют вместе. Никогда не двигайся на основании слова знания, не получив при этом также слово мудрости, потому что знание – это одно знать, а мудрость – это что-то совсем другое. Я дам пример. Сейчас я пытаюсь вот что-то вспомнить или даже придумать. Например, ко мне подходит кто-то. И вот стоит человек, он хочет, чтобы я помолился за него, а Дух Святой дает мне слово знания. Колин, этот человек живет в прелюбодеянии. Ну, понятно. И я скажу, о, у меня есть что-то, что я знаю тебе, брат, Господь мне что-то показал в твоей жизни. Ты живешь в прелюбодеянии. Что это? Мудрость? Нет. Знание? Да, это знание. Поэтому тебе нужна и мудрость также. А что с этим знанием дальше делать? Как его использовать? Понимаете? Вот так нужно узнать, как работает слово мудрости. То есть, какое здесь слово мудрости? Потому что оно приходит, чтобы ты знал, что делать дальше, как двигаться дальше в этой ситуации. Слово знания, информация, отвечает на вопрос, что? Что происходит? А слово мудрости отвечает на вопрос, как? Как же мне двигаться дальше с этим? Как использовать? И другой дар, да, развлечение духов, отвечает на вопрос, а почему? Почему этот человек так ведет себя или делает это? Если кто-то стоит здесь на сцене и вдруг начинает топать, кричать и какие-то глупые вещи делать на сцене, тогда, чтобы разобраться, нужен дар, развлечение духов, чтобы понять, а что мотивирует, что движет этим человеком? Может быть, Дух Святой? Ну, я так предполагаю. Наверное, как я это описал, скорее всего, так Дух Святой не будет побуждать человека. А с другой стороны, бывает, что иногда Дух Святой двигается странными и необычными способами. Но, возможно, да, это вероятно. Но более вероятно, что это Дух человека, возмущенный, и он проявляет какие-то естественные там процессы, да, от человека. А также это может быть проявлением демонического Духа, и тогда нужно знать и разбираться в этой разнице. Если Дух Святой действует, тебе нужно знать, что делает тогда при этом. И это отличается от того, что ты будешь делать в том случае, если это демонический Дух. Если это демонический Дух, тоже нужно разобраться, как с ним поступить. Я расскажу вам одну короткую историю, чтобы немножко проиллюстрировать. Было какое-то время тому назад, вот что. Пришел один человек на наше собрание. Как только я его увидел, я знал, что с ним что-то не так. Я не мог понять, что, но я понимал, что с ним что-то не так. То есть, знаете, вот что-то было... Вот я не пытался это в слова облечь. Сейчас, когда я уже оглядываюсь, я думаю, что я видел, что что-то неправильное было в этом человеке. Он не тек в Духе Святом. Что-то было с ним не то. Что-то другое двигало им. Или мотивировало. Но я никак не мог понять, что это. Мне было очень некомфортно находиться рядом с ним. Это было уже очень давно. Я тогда был совсем еще молодой человек. Вот и молодой именно в лидерстве. И я избегал его, насколько возможно, пока не наступил тот день, когда он спросил у меня, почему ты меня избегаешь? Я сказал, ну, на самом деле, да, избегай. Я должен честно сказать, давай мы поговорим об этом. Он сказал, мы сели, мы поговорили. И как только я сел рядом с ним, Дух Святой мне что-то показал, я сказал, да, я переживаю за тебя. Потому что и я описал ситуацию в его жизни. И знаете, что там проявлялось при этом? Во-первых, это был дар развлечения духов, что что-то с ним было не так. Второе слово знание, что было неправильно. И третье, что мне нужно было сделать, вот узнав это. То есть это было уже слово мудрости. Вы понимаете теперь, что я имею в виду, когда говорю, что тебе нужно узнать свои инструменты. Тебе нужно знать, как действует дар веры или как действует дар чудотворения. Тебе нужно узнать свои инструменты. Какой у тебя напор? И тогда Дух Святой сможет тебя использовать. Конечно, мы коснулись также и вопроса веры. В определенной степени. Просто хочу подчеркнуть, что вера это так важно, когда ты служишь Духе Святом. Потому что без веры это просто невозможно. Иисус сказал, все возможно для того, кто верит. И Евангелие от Марка, 9 глава, 2 стих. Вот принесли к нему, к Иисусу, расслабленному, парализованному, другими словами, положенного на постели. Когда Иисус их веру увидел, Он сказал этому расслабленному, Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои. В Матфея, 9 главе, 22 стих. Иисус, обратившись, увидев ее, сказал, Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя. И женщина с того часа стала здорова. Представьте, вера, вера настолько жизненно важна, говоря о действиях Святого Духа. Тебе нужно научиться двигаться в вере, если ты двигаешься в Духе Святом. Когда мы будем говорить на тему служения в Духе Святом, мы более глубоко коснемся этого. Но есть некоторые люди, это люди веры, другие люди, это люди Духа Святого. Кто-то говорит, я верю, что раз Библия это говорит, я верю, не надо за меня даже молиться. А другой говорит, я могу помолиться за тебя, я чувствую помазание. Сейчас два экстремальных таких варианта. Кто-то говорит, можно двигаться в Духе без веры, или можно двигаться в вере без Духа Святого. Нам нужно быть и помазанным, и знать, как Дух Святой направляет нас. Но нам также нужно понимать, что в Библии Бог дал такие обетования, Господь, который исцеляет тебя. И поэтому, когда кто-то выходит и говорит, пожалуйста, помолись за меня, я болен, я могу сказать, я думаю, что пока еще я не помолюсь за тебя, я пока не знаю волю Божью о тебе. Но что ты так говоришь, глупости, разве ты не знаешь волю Божью? Воля Божья – это исцеление, аминь. И Библия так говорит. И я не скажу, что это означает, что это воля Божья для Бога прямо сейчас исцелит этого человека именно так, как ты собираешься это сделать, чтобы оно произошло. Нет, ты можешь помолиться, сказать, Дух Святой, а ты покажи мне, как помолиться, какая у него проблема, что мне нужно сделать. И все это время ты веришь в Божие обетования, то, что Господь, Господь я тот, кто исцеляет тебя. То есть ты веришь в это, но ты ищешь его, и Бог действует в соответствии с твоей верой. Давайте посмотрим Евангелие от Марка, 6 главу, с 1 по 6 стихи. Оттуда вышел он, пришел в свое отечество, и за ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие, слышавшие с изумлением, говорили, откуда у него это, что за премудрость дана ему, и как такие чудеса совершаются руками его, не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона, не здесь ли между нами его сестры, и соблазнялись о нем. А Иисус же сказал им, не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, и у сродников, и в доме своем. И не мог совершить там никакого чуда, никакого сильного деяния буквально, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их и дивился неверию их. Представьте, Иисус из Назарета. Он не мог совершить там никакого сильного чуда. И он просто дивился их неверию. Евангелие от Матфея там написано из-за их неверия. Что это значит? Ну, нам нужно быть осторожными, прежде чем, знаете, как вот сказать, что Иисус был тоже ограничен. Но способность-то у него была в Боге, чтобы сделать что угодно, хоть что, не было ничего неправильного с ним, с его верой. Но вы понимаете, когда люди отвергали Иисуса, если они отворачиваются от Него и ожесточают свои сердца, Иисус, Он делает шаг назад. Он как бы так сдерживает свою исцеляющую силу, Он сдерживает свои благословения. То есть, я не имею в виду, я не говорю, что люди, которые не исселяются, это всегда из-за того, что у них нет веры, нужно быть осторожным. О, проблема в тебе, ты не исселен, потому что у тебя нет веры. Это, наверное, самое ужасное, что ты можешь сказать больному человеку. Ты добавляешь ему еще к его страданиям. Да в чем с тобой тут дело? Почему ты не веришь? Я думаю, что они верят в Бога намного больше, чем ты веришь. Это ужасно, если ты говоришь человеку такие слова. Но я знаю, что не надо говорить людям, что они из-за неверия не исцеляются. Но я знаю, что бывает, что люди не исцеляются, что у них не хватает веры. Библия так говорит, что это тоже правда. Но тебе нужно быть чувствительным в этой сфере, деликатным. Иисус удивился их неверию, и Он, знаете, просто так отошел, потому что это своего рода был суд для них, для их поведения. Иногда Бог дает нам особенный дар веры. И я знаю, что это такое. Иногда ты прям сам удивляешься, какая у тебя способность верить. Потому что ты знаешь, что сам по себе ты в естественном мире не способен верить за это. Я был в одном месте в Нигере, я служил там. Когда-нибудь я полную историю расскажу вам. Может быть, на каком-то из наших занятий получится. Я помню, когда я ходил по комнате в отеле. Там, в Африке, я был готов уже пойти проповедовать Евангелие. Это была очень, знаете, рождебная ситуация. Вот, в принципе, я знал, что мне нужно что-то очень-очень особенное от Бога рассказать им. И вдруг Дух Святой сошел на меня, и я как будто попал совсем в другой мир. Как будто я прошел через дверь в другой мир, в другое измерение. Все это было абсолютно удивительно, потрясающе. И я как будто оглянулся назад в ту дверь, через которую я в Духе только что зашел. И там, это был я, Колин Дай, я там был. У меня не было никакой силы исцелить больных там. Вот там, сзади, слепые глаза не открывались. Там были правила. То есть, ну, врач, конечно, может где-то как-то помочь, а иначе это невозможно. А вот в этом месте были совсем другие правила. Здесь слепые глаза открывались. То есть, реально, они открываются. Это правда, это возможно. Есть как будто разные правила, которые совсем по-другому действуют. Вот в этом другом мире я зашел в эту реальность веры, в мир веры. Поэтому Иисус сказал, все возможно для того, кто верит. И ты не можешь сам собрать себе такую веру. Наступает время, когда Бог дает тебе это как помазание. Это твоя ответственность тогда верить Богу об этом. Его обетования, они справедливы и верны. Чувствуешь ты это, не чувствуешь. Даже если где-то ты не помазан, Божье Слово есть истина всегда. Но бывают такие ситуации, когда вот такая вера сходит на нас. И я верю, что вот тогда это и было проявлением духа веры. И с того места, когда я пошел, начал проповедовать в этом, я сказал, если Иисус не откроет слепые глаза на этом месте, не верьте ему. Если Иисус не откроет глухие уши на этом месте, не верьте ему. Если Иисус не исцелит парализованных, хромых на этом месте, сегодня Он, можете считать, Он неживой и мертвый. И тогда можете не верить им. Но если Иисус откроет слепые глаза, если Он откроет ваши глухие уши, если Он исцелит хромых, верьте Ему, потому что Иисус не мертвый. Он жив, это значит. Я сказал такие слова. Вот это и есть вера. Не пытайся дома повторить за мной такое, пожалуйста. Когда ты так двигаешься, ты лучше вначале будь уверен, что ты двигаешься в вере. Один служитель, мой друг, очень сильно в исцелении движется. Он ходил по церкви, люди исцелялись и там, и там, и там. Он сказал женщине, во имя Иисуса встань. Она сказала, я не могу. Не говори мне, что ты не можешь. Я имею веру для тебя. Вставай. Она сказала, ну я правда не могу. Он сказал, да вставай уже. И тут рядом сказал ему человек, у этой женщины. Это очень трагичный такой случай. Эта женщина, у нее ног нету, она правда не может встать. И потом мой друг, он сказал мне, вы знаете, если бы я действительно говорила Духа Божьего, если бы я действительно в вере двигался, она бы встала, Бог бы дал ей новые ноги. Вы понимаете, о чем я говорю? Будьте очень осторожными. Теките с Духом Святым. Конечно, можно делать ошибки. Не разочаровывайтесь. Бог поможет и Бог благословит. Когда мы служим, нам нужно также знать, что Дух Святой будет призывать нас делать что-то. То есть есть действия, которые требуются, чтобы демонстрировать или проявлять. Духа Святого Библия говорит о чудо-творении. То есть здесь требуется действие. Снова и снова Иисус действовал. Он что-то делал в своем служении. Он действовал, бывало, странными способами. Он намазал глаза человеку своей слюной. Был такой случай. Похоже, не часто он это делал. Ну, по крайней мере, то, что мы читаем. И пусть никто тебе это не делает, если ты не знаешь наверняка, что Бог это делает. Это не просто, знаете, метод подражания. О, все, начинаем новое служение. Служение, исцеление слюнями. Нет, нет, нет. Но действительно есть шаги или этапы, о которых часто Бог говорит нам, чтобы мы попросили людей это сделать. Например, протяни руку свою, Иисус сказал. Или иди и сделай. Иди и умойся там в купальне и так далее. На самом деле нам нужно делать эти конкретные действия и шаги. Давайте начнем с чего-то очень практичного. Вот какие вещи ты можешь сделать. Мы говорим сейчас о таких поле-менее естественных вещах, потому что служение в Духе Святом это не всегда, вот так вот, знаете, на метр от земли подняться и в Духе где-то летать или парить. Нет, твои ноги стоят на земле. Во-первых, что нужно делать? Во-первых, проявлять Божью любовь, улыбаться, разговаривать с людьми. Расслабиться. Отец же это делает, не ты. Это же его дела. Ты можешь позволить себе расслабиться. Халилюя. Также попроси Духа Святого направлять тебя и держи глаза открытыми. Тоже хорошо, потому что иначе ты много пропустишь, если глаза закроешь. Если бы я держала свои глаза открытыми и ожидала, что это произойдет, я бы увидела, как ее зуб бы исчез. Эта шишка, представь. Я бы не отправила их вот так вот просто домой. То, что я молился во имя Иисуса, уйди домой. А теперь бы я молился во имя Иисуса, не уходи домой. Что-то происходит. То есть ты много пропустишь, если глаза закроешь. И слушай внимательно, что Дух Святой посылает тебе. Какие мысли, к чему побуждает. Спроси, что делать. Подложить руки на человека, прикоснуться или что-то еще сделать. Наблюдай за человеком. Смотри, как его тело реагирует. Бывает, что иногда человек немножко дрожит, иногда падает. Разные вещи могут происходить. Поэтому будь очень практичным. Держи глаза открытыми. Изучай. Это очень внимательно. Я не предлагаю вам, что вот эти телесные реакции обязательно демонстрируют, что Бог что-то делает. Но бывает, что это проявление того, что Бог работает. Нужно быть тоже внимательным к этому. Нужно объяснить человеку, что происходит. То есть помочь и поддержать в этом процессе. Это тоже хорошее такое начало, когда ты начинаешь действовать в какой-то ситуации. Есть физические и практичные вещи, которые ты можешь сделать, говоря о естественных вещах. Но в то же время параллельно слушай Духа Святого, и Он даст и покажет тебе еще, какие действия тебе нужно сделать. И, конечно, помните, что когда мы так служим, когда мы демонстрируем Духа Святого, нам нужно служить в смирении. Потому что только Бог творит чудеса, а не мы. Когда что-то происходит, есть могущественные проявления, всю славу воздавайте Иисусу Христу. Не присваивай себе славы никакой. Сейчас я хочу коснуться заключительной части, говоря о служении в Духе Святом, в нашем вот этом подразделе. Я хочу упомянуть ученичество в Духе Святом. И достаточно просто помолиться и проявить Божью силу. Иисус сказал, сделай их учениками. Не просто получи какой-то приз в служении. Бывает, что люди приходят к нам впервые, чтобы мы им послужили. И, может быть, не все происходит одновременно за один раз. Может быть, нам нужно договориться, чтобы они еще пришли. Может быть, еще нужно за них помолиться. Иногда мы видим, что людям нужно какое-то направление в своей жизни, какой-то совет. А не только то конкретное служение, которое они получили. Там молитва или еще что-то. И в партнерстве с Духом Святым нам нужно спросить как раз-таки у Духа Святого. А что делать дальше? Следующий шаг. Иногда людям нужно больше помощи, чем та помощь, которую я могу им дать. Тогда нам нужно направить их к другим людям. Посодействовать, организовать. Чтобы у них постоянно была вся та помощь, которая им нужна в жизни. Обычно это хорошо, что ты кому-то послужил. Ты прославил Бога за то, что Бог сделал. Ты попросил человека тоже поблагодарить Господа. Но также спроси, узнай. А что дальше? Какие следующие шаги необходимы? Иногда, если ты чувствуешь, что есть какая-то психологическая проблема. Ну, может быть, ты не ставишь диагноз. Ты же не психиатр и не психолог. Но если ты чувствуешь, что есть какая-то душевная или психологическая проблема, им нужно обратиться к какому-то консультанту, профессионалу, тебе нужно помочь и проследить за тем, чтобы они получили необходимую помощь. Иногда людям даже медицинская помощь нужна. И тоже ты можешь помочь и содействовать, и организовать это, если возможно. Ободрить их, воодушевить, посоветовать. Чтобы они не чувствовали, что это плохо обратиться к врачу. Поймите, что Бог может использовать часто и такие естественные методы. Если ты служишь неверующему человеку, и что-то произошло в жизни этого человека, не просто оставляй его на этом, не забудь, что нужно привести человека к вере в Иисуса. Вот такую одну вещь я забыл сделать, когда я послужил этому зубному врачу. Я забыл, что нужно помолиться с ним молитвой о спасении. И, конечно, сердце его было открыто для Иисуса. И я настолько был впечатлен, что Бог сделал, что забыл о базовых вещах. Помолиться молитвой о покаянии, чтобы человек рассказывал о своих грехах, и ему нужно было помочь в этом. Поэтому мы учимся, нам нужно двигаться и доводить дело до конца. Вот примерно так. Иисус, Он делал это постоянно, всегда. Он подходил к людям, Он старался сделать все возможное, чтобы и после этого о них позаботились. То есть, когда ты служишь, не служи сам по себе в одиночку, служи с другими людьми. Где двое или трое собраны, там Иисус находится. Ты не можешь сам один продемонстрировать все, что нужно там продемонстрировать и показать, говоря о служении, об Иисусе Христе. Поэтому служите вместе, чтобы вы могли вместе поделиться в этом общении. Недостаточно индивидуальных людей, одиночек. Потому что снова и снова мы видим и читаем, как первые ученики служили парой. И ходили вместе Павел, у него были его товарищи, которые сопровождали. Поэтому хорошо, если у нас есть партнер, человек, с кем мы служим. И в этом контексте также нужно помнить, что когда мы служим людям, мы должны привести их всегда в эту корпоративную жизнь церкви. Чтобы... Бывает даже, что людям нужно получить исцеление. Они получат это, находясь в общине. Это христианская община. Это хорошая терапия. Сама по себе иначе у них будут одинаковые проблемы. Мы снова и снова христианские взаимоотношения нужны им. Им нужно иметь общение с кем-то. В моем служении душепопечения я вижу, что есть много людей, которые приходят, и у них нету своей церкви. Они из церкви в церковь прыгают, получают там консультацию. Здесь душепопечения. Они всегда чему-то учатся, но никогда не меняются. Будь уверен, что люди, которым ты служишь, что они в церкви, они принадлежат по местной церкви. Они учатся, они получают учения, они в домашних группах. Они получают личное внимание, любовь, заботу. И также они служат, не только эгоистично требуют к себе служения, но чтобы они помогали и другим людям, и служили снова и снова. Мы видим об этом новом завете, что важно иметь соответствующее качество жизни, общины, когда получаются здоровые, хорошие ученики. Потому что мы сограждане в Доме Божьем. Мы соединены вместе, мы растем вместе, возрастаем в святой храм в Господе. Из нас Бог строит себе святое жилище, Духом Святым нам нужно служить в этом контексте церкви и приводить людей в контекст церкви, когда мы им послужили. Хорошо, чтобы они приложились к церкви. Иногда легче вот в одиночку все делать. Но это не тело Христа, которое действует в таком случае. Самое сильное помазание – это в теле, когда мы в подчинении и в послушании телу Христа. Иисус был в подчинении, вы знали об этом? Он был послушен не только своему отцу, не только Духу Святому. Иисус был послушен своим родителям. Он был послушен Иоанну Крестителю при крещении. Он был послушен лидером синагог. Он был послушен политическим лидером первосвященником. Он был в подчинении Пилата. Он же мог уйти оттуда. Нет, он подчинился и был послушен. Если ты хочешь служить с властью, ты должен служить, имея подчинение и послушание и личные отношения с телом Христа. Это самое последнее я хочу, чтобы ты сделала. Это взять вот мое учение и бежать куда-то и служить, как попало, не имея увязки с телом Христа. Не имея лидеров, которые бы помогали бы тебя направлять и поддерживать. И если ты в своей жизни имеешь такой пример, тогда ты становишься вот этой протянутой рукой, этой общиной, которая несет исцеление. Божью терапию, где полно жизни, Духа Святого, это община Божьих людей, которые постоянно простираются и помогают людям в нужде вокруг себя. Мы должны делать все возможное, чтобы развивать такие взаимоотношения. Тебе лично нужно иметь эти отношения с телом Христа. Тебе нужно разделять братьями и сестрами вот эту общую жизнь в Духе, потому что вместе мы снаряжены, чтобы действовать в этой власти, в любой нашей ситуации, вместе с Духом Святым. Мы вдохновлены и воодушевлены, чтобы жить и больше и больше вступать в эту жизнь служения. Это служение Христа, жертвенное. Когда Он омывал ноги вместе, мы разделяем эту власть Иисуса Христа, и мы простираемся к людям во имя Его, принеся исцеление больным и сокрушенным сердцем. Вместе мы излучаем Божью любовь. Вместе мы стремимся к совершенству. Вместе мы являемся партнерами Духа Святого, и мы живем в Его святом присутствии, в святом присутствии Бога. Ну вот теперь вы слышали все это учение по теме, и я хочу попрощаться с вами, бросив вам вызов. Сейчас я познакомил вас с Духом Святым, дав вам это библейское учение. Вы знаете, теперь Он приносит вам Божью силу, вы знаете, Он приносит Божью чистоту, Он приносит Божье присутствие, чтобы ты мог иметь власть и силу говорить Его слова и делать Его дела. И как верующий в Иисуса Христа, который знаком с Духом Святым, теперь это ваша функция, ваша задача показывать Божью славу миру, который окружает вас, ты был избран для этого. Ты можешь это сделать, но только в Духе Святом и с Духом Святым. И поэтому сегодня через Духа Святого или с помощью Духа Святого Господь Иисус призывает тебя быть в партнерстве с Духом Святым. Он зовет тебя, чтобы ты действовал неотложно в святости, исцелял сокрушенных сердцем, кормил голодных, приветствовал отверженных, разбирался с демонами, ходил и делал добрые благие дела, исцеляя всех, кто угнетаем дьяволом, как Дух Святой будет направлять тебя. В Духе Иисус приближается к тебе, Он хочет преобразовать тебя в свое подобие, снарядить тебя, мотивировать тебя и двигать тобой, чтобы ты и другим рассказывал истину, не протився Духу Святому. Лучше развивай личные взаимоотношения с Духом Святым, научись отвечать на побуждение Духа Святого с любовью, в подчинении и стань его посвященным партнером. И в этом цель и смысл нашей темы – знакомство с Духом Святым. Я, конечно, доверяю тому, что Дух Святой был с вами, когда мы вместе изучали эту тему на всех наших занятиях, и я надеюсь, что вы по-свежему, по-новому познакомились с Духом Святым. И теперь вы посвящены, чтобы жить свою жизнь в общении с Духом Святым лично и служить в партнерстве с Ним. Пусть Бог благословит вас. И мы встретимся на следующей теме нашей серии библейских занятий «Меч Духа Бог, кто благословит вас». На этом мы завершаем наше сегодняшнее учение, и я молюсь, чтобы Бог благословил вас, и чтобы Он продолжал вас благословлять. Когда вы будете дальше продолжать изучать эти темы, занятия, знакомство с Духом Святым и другие, я молюсь, чтобы Дух Святой приводил вас ближе и ближе к этой замечательной третьей личности в Троице. И к Богу Духу Святому. Увидимся в следующий раз. Я прощаюсь с вами. Пусть Бог благословит вас. Пусть Бог благословит вас.